Миром Господа Иисуса Это богослужение христианской церкви Маранафа, богослужение хвалы и поклонения. И я хочу сказать, добро пожаловать всем вам, кому прислали лимфа, участвовать в нашем богослужении. И в этом месяце, когда мы молимся за людей, которые относятся к ветвям власти, и вас пригласили в нашей стране, в районе, в штате, за те, за которых мы молимся. И вы получили приглашение от наших братьев и сестер, которые молятся за вас, чтобы вы могли участвовать. Я всех приветствую Миром Божьим. И также приветствую Церковь, которая подключилась к Миром Божьим. И хотим сказать, что это не богослужение, чтобы вам просто смотреть его, а чтобы участвовать. И мы начнем с молитвы, воззвания. Вы все, кто участвует, если вы желаете, мы можем встать, можете встать на колени вместе с нами, или как вам удобно. Мы приглашаем Церковь, чтобы... Давайте мы вас зовем о силе крови Иисуса Христа. Господь, мы взываем о силе, которая в крови Господа Иисуса. Просим прощения грехов наших. Просим, чтобы мы были в состоянии войти в Твое присутствие. Ты имеешь для нас благословение этим вечером, обновление, спасение. И мы взываем к Тебе, чтобы с силой крови мы были приготовлены, были в состоянии находиться в Твоем присутствии и получить Твое благословение. Мы молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Можете присаживаться. Мы споем Псалом Господу в поклонении, чтобы иметь переживание общения с Духом Святым. Слава будут на экране. Вы можете петь вместе с нами, участвуя в этом богослужении, чтобы Господь мог действовать и в вашей жизни. Приди, посети церковь Твою, благословенный Спаситель. Без благодати Твоей церковь засыхает, и нет в ней жизни. Оживи. Оживи души наши, о Господь. Оживи души наши, о Господь. О Господь. О Живи. О Зиме. О Господь. О Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где вы сейчас находитесь, Дух Божий, Он там находится также, чтобы говорить к вам, действовать в вашей жизни и принести вам благословение от Господа. Мы продолжим поклоняться Ему, споем еще один псалон, и после него мы послушаем проповедь для нас от Господа. Дух Божий говорит к своей церкви. Он придет восхитить искупленных, которые были омыты в крови Агнца, в крови Сына Иисуса. Дух Божий говорит к своей церкви. И ты станешь моим искупленным. Сия есть песень победы. Мы увидим Царя Славы. Мы увидим Царя Иисуса, который умер на кресте за нас. Воскрес и дарует жизнь грешнику. Воскрес и дарует жизнь грешнику. Побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вернись ей слова. Вернись ей слова. Вернись ей слова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отлично от всего того, что религия проповедовала, что люди ожидали Иисус приходит и проповедует Царствие Небесное. И в этом тексте, в этой главе Евангелия от Матфея Господь Иисус говорит о притче о Царстве Небесном. И намерение Иисуса говорить об этом, потому что Царство Его величественное, чтобы человек мог Его разумом понять, осознать. И Иисус использует человеческие образы, чтобы мы могли понять Его послание. И из этих притч мы зачитали одну из них. Это пятая притча в этой секвенции, когда Господь Иисус сравнивает Царствие Божие с сокрытым сокровищем на поле. И мы начинаем создавать, как люди, которые слышали это слово, в воображении нашем создавать изображение, как человек находит на поле сокровищ. И Слово Божие говорит, что от радости об этом сокровище, иметь это сокровище, он прячет его, идет продать все, что имеет, покупает то поле, чтобы стать хозяином того сокровища, которое было сокрыто на этом поле. Возлюбленный момент, в котором мы сейчас живем, мы применяем, применяя пророчески этот текст к нашим дням, и я здесь хочу напомнить вам, что с самого начала богослужения мы сказали о группе особенной, о людях из власти, те люди, которые несут ответственности в правительстве, и мы молимся об этих людях в течение этого месяца, вы, кто часть этой группы, кого пригласили, чтобы услышать слово от Господа. Мы живем в мире, где много вещей очень важных, и эти вещи важные, они иногда занимают в нашем разуме, в нашем сердце столько места из-за того, что это нас как бы обеспокаивает, из-за того, что происходит вокруг нас и в нашей жизни. Но сейчас, этим вечером, Господь Иисус, Он представляет Себя, чтобы проговорить тебя о чем-то другом, отличном, то, что преображает. Открой сердце, открой разум свой для того великого, что Он имеет для тебя. Господь Иисус сказал, Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. Мой друг, мой брат, у тебя много может быть уверенности в этой жизни, может быть, есть много вопросов, которых ты разбираешься очень хорошо, ты хорошо знаешь, ты изучал, ты приготовился. Но когда вопрос Царствия Небесного, нет высшего, высшей власти, чтобы говорить об этом, как только Господь Иисус, потому что Он отдал свою жизнь на Голгофском кресте, чтобы ты мог иметь доступ к Царству Небесному. Он пришел из этого Царства, Он пришел из Вечности, чтобы принести тебе и мне благословение, возможность возвратиться в Вечность к Нему. И Господь Иисус хочет говорить к тебе о Царстве Божьем. У тебя много информации, много знаний, но сегодня Царствие Божье – это основное благословение, основная информация, которую Бог имеет для тебя. Царствие Небесное подобно сокровищу. Когда мы размышляем над этим выражением «сокровище», конечно, для каждого из нас сокровище – это что-то свое имеет. Для меня это одна вещь может быть сокровищем, для тебя другая вещь может быть сокровищем. Человек, он в разных ситуациях живет в своей жизни, но когда Господь Иисус говорит о сокровище, и это сокровище, он сравнивает с Царствием Небесным, он говорит о чем-то таком великим и чудном, настолько непостижимом для человека, что очи не видели и ухо не слышало. Мы не в состоянии представить все величие, даже почитать приблизительно ценность этого сокровища. Это настолько все чудное, что оно неизмеримо. Однажды Иисус встретился с женщиной, одной страдательной, страдалицей, которая жила последствиями своих решений неправильных в своей жизни. Иисус обращается к ней, говорит, и женщина не в состоянии понять, почему Иисус обращается к ней. И Иисус говорит, ох, если бы ты знала дар Божий, сокровище Божие, спасение Божие, и кто говорит с тобой, который может тебе дать это спасение. Ты попросила бы у меня, я бы дал тебе воду жизни. Сокровище, оно неописуемое даже. Много ценностей у тебя в твоей жизни, которые ты можешь измерить, посчитать, но то, что тебе предлагается сегодня, это неизмеримое сокровище, несравненное сокровище. Его не с чем сравнить в этой жизни, в этом мире. Царствие Божье подобно сокровищу. И это сокровище, оно было сокрыто. Сокрыто на поле. Брат мой, сестра моя, это благословение Господне, оно было сокрыто от тебя. Может быть, потому что у тебя никогда не было возможности до этого момента иметь доступ к этому сокровищу. Может быть, потому что однажды у тебя был доступ, но ты спрятал в своей жизни это сокровище. Существуют случаи, когда люди однажды познали Господа, но оставили его и скрыли самое большое богатство, которому был доступ. Закопали его просто. Это сокровище было сокрыто. И это сокровище было сокрыто на поле. Иногда оно сокрыто где-то в глубине нашего сердца, закопано под столькими вещами этой жизни. Но текст говорит, это сокровище было найдено человеком. И интересно, когда Иисус говорит «человек», он о каком-то человеке, он говорит об определенном человеке, потому что это сокровище. Это благословение, оно индивидуально. Человек, который рядом с тобой, может быть, уже нашел это сокровище, уже наслаждается им. Но вопрос «а ты?» Ты наслаждаешься этим сокровищем? Это человек, о котором Иисус сказал, это ты. Он сказал о твоей жизни, о твоей нужде. Возлюбленный человек, он может говорить, он может, как бы, с Бога требовать, что ему не хватило возможности в течение всей своей жизни. Но этим вечером у тебя самая большая возможность, которую кто-то может иметь. Это возможность найти это сокровище. Это сокровище сегодня открывается тебе. И Дух Святой говорит к своей церкви сегодня. Он представляет это сокровище церкви своей. Один человек – это индивидуальное, личное спасение, личное переживание с Господом, которое Господь предлагает тебе сейчас, этим вечером. И текст говорит, что это сокровище, которое было сокрыто на поле, человек этот нашел. Найти сокровище возлюбленное – это жить опытом, переживанием с Господом Иисусом. Когда мы говорим о спасении, о доктрине Слова Божьего, о спасении, которое проповедуется в наших церквях, мы говорим всегда о двух моментах. Первое – это действие Отца и Сына, а вторая часть – это уже действие Духа Святого в жизни человека. Первый момент – это акт спасения. А потом начинается процесс. В акте спасения, когда Иисус открывается человеку, этот момент, когда человек находит это сокровище, как сегодня ты, этот человек, обнаруживаешь это сокровище, благословение, которое Иисус имеет для тебя, что у него есть спасение для твоей жизни. Сегодня ты живешь, ты находишь это сокровище. Но что он начал делать после того, как он нашел? И вот в этом вся разница между тем, чтобы жить опытом спасения, стать гражданином Небесного Царства или потерять возможность, которая была предложена. Слово Божьего говорит следующее, что этот человек, когда он нашел это сокровище, он сокрыл его, он спрятал его. В момент, когда он прячет его, только он знал, где оно находится. Теперь оно уже не было потеряно, а теперь оно было сокрыто. Для этого человека оно хранилось. И псалмист говорит следующее, «Я спрятал Слово Твое, сокрыл Слово Твое, живое Слово Иисуса, открытого в сердце моем, чтобы не грешить пред тобою». Он сокрыл сокровище, он сохранил, не для того, чтобы потерять его снову, но для того, чтобы иметь его навсегда. Он сокрыл сокровище, и Библия говорит, и от радости, да, он понял, что многое мы еще не поняли, что тебе нужно сегодня понять. Он понял, что радость этого сокровища, она больше, чем любая другая радость, все, что было у него в этой жизни, что опыт с этим сокровищем намного больше, чем бы он ни имел в этой жизни. Как мы уже сказали, Ольга не видела и с уха не слышала, не приходило то на сердце человек, что Бог приготовил для людей, и Царство Божие для тех, кто принимает его, от радости вечности. У этого мира есть много радости, но они все проходящие, все в этой жизни проходящее, но Господь предлагает тебе сейчас, в этот час, что-то вечное, непроходящее, радость вечную. От радости о нем идет и продает. Интересно, как человек, Бог совершает что-то в жизни человека, и человек пошел и продал все, что имел. Он избавился от всего, что имел, чтобы приобрести то поле. Ему нужно было сделать этот обмен, и чудесно, потому что Дух Святой делает это в жизни человека. Сначала человек имеет переживания с Иисусом, открывает сердце свое, а потом он начинает иметь истинную точку отсчета, настоящих истинных ценностей, что действительно имеет ценность, а что не имеет ценности перед вечностью. Все, что у него было, достаточно было купить поле, но не сокровище. Все, что мы имеем в этой жизни, и то, что Дух Святой меняет нас и в нашей жизни, и дает нам возможность потерять интерес к ценностям этого мира, потому что вечность намного ценнее для нас. Все это позволяет нам принять решение и действовать. Но сокровище, оно из вечности. Благодатью вы спасены, через веру, все ее не от вас. Это дар Божий. Мы никогда бы не смогли приобрести это сокровище ничем в нашей жизни. Но иметь возможность приобрести это сокровище, Господь дает нам. Человек продал все, что могло помешать ему иметь это сокровище, наслаждаться этим сокровищем. И он возвращается и покупает поле то. И вы знаете, какова цена этого поля? Это сердце твое. Ничего больше Бог не хочет от тебя, только сердце твое. Он хочет, чтобы ты принял решение. Он хочет, чтобы ты сам ему отдал свое сердце. Чтобы ты сказал, вот жизнь моя, вот сердце мое, я принимаю тебя, Иисус, как мой единственный, достаточный спаситель. Это все, что я хочу для меня. Многие сегодня, братья и сестры, перед столькими драгоценными вещами этого мира, важных вещей для этого мира, мы говорим сегодня для людей, кто во власти. Вам нужно принимать серьезные решения, очень частные. Все то, что вовлекает вас, очень ценно даже для общества. Но нет ничего более ценного, чем спасение твоей души. И когда вы уже привыкли, что вокруг вас много людей окружают на работе, или в школе, может быть, или в институте, где молодежь учится, когда наш мир соединен сетями, столько информации передается, этим вечером Господь хочет, чтобы ты обнаружил для себя сокровище. И это самое большое, самое великое, самое драгоценное сокровище, которое кто-то может найти, спасение для своей души. Царствие Небесное. Бог призывает тебя сегодня. Прими это решение. Бог ведет тебя, представляет тебя, открывает тебе это сокровище. Человек нашел. Человек нашел. Не случайно. Ты сегодня смотришь это богослужение, потому что Дух Святой хочет открыть тебе это сокровище. Но что произойдет сейчас? Будет все зависеть от тебя. Решение твое. Каким образом ты обойдешься с этим сокровищем? Что ты будешь делать? Тот человек понял, что это сокровище драгоценнее всего. Он продал все, что имел. Покупает то поле и берет себе это сокровище, сокрытое на поле. А ты? Что ты будешь делать с этим сокровищем, которое ты открыл для себя сегодня? Мы прямо говорим, целенаправленно говорим, не ходим кругами. Мы хотим тебе сказать, или у тебя есть Царствие Божие, или его нет у тебя. Это то, что Библия говорит. Мы следуем тому, что Слово говорит. Господь Иисус, Он пытался, да, Он донести до людей, чтобы люди поняли человеческими образами Его послание. Ты понял? Ты воспользуешься, ты примешь этого Иисуса, ты закончишь с нами это богослужение, прославляя Бога за уверенность в спасении. Каково твое решение? Братья и сестры, друзья, знакомые, у каждого из нас сегодня Бог дает возможность сделать этот выбор. Мы будем петь еще один псалом Господу, будем прославлять его. И в этот момент позволь Духу Святому говорить к сердцу твоему, действовать в твоей жизни. Позволь ему тебя благословить. И дни, чтобы тебе открылось это сокровище, потому что мы живем во дни, которые предшествуют славному возвращению Господа Иисуса. Это дни, которые предшествуют восхищению Церкви. Это трудные дни. Трудные дни. Никто в этом не сомневается, но Слово Божье говорит, что эти дни, которые мы с вами живем, это дни, предшествующие восхищению Церкви. И пока еще есть время, у тебя есть возможность приобрести это сокровище, которое открывается тебе. Давайте прославим Бога. Я не знаю, почему Божья любовь открылась мне. Почему Спаситель спас меня для себя. Но я знаю, в кого я уверовал. И я уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Дух открывает нам Духа Святого и как зло пытается нас совратить. Но он наш реальный утешитель. И я знаю, в кого я уверовал. Я не знаю, что ожидает меня добро или зло в будущем. если это будут плохие дни или славные дни до конца жизни. Но я знаю, в кого я уверовал. И я знаю, что он силен сохранить залог мой на он и день. И когда придет Иисус, я не знаю, скоро ли или замедлит чуть-чуть. Но я знаю, что Господь мой придет во всей славе своей. Слава имени Господне! Он силен сохранить залог наш, сокровище наше, твое или мое. Опыт спасения индивидуальный. Каждый должен сам принять это решение. Мы подошли к концу этого богослужения. Мы сейчас помолимся Господу. У Бога есть благословение для сердца каждого из нас, особенно для вас. Мы прославим Господа. Но прежде я хотел тем, кто в Бразилии, сказать, что у нас есть телефон горячей линии. Он сейчас на экране. Вы можете звонить по этому телефону бесплатно для всей территории Бразилии. Если вы хотите, вы можете звонить там группа 24 часа в день в распоряжении вашем, чтобы отвечать на молитву. Вы нуждаетесь в молитву. Если у вас было переживание, вы услышали голос Божий, хотите отдать сердце свое Господу, желаете молитвы. Я понял, что Бог со мной проговорил через хвалу, через слово. Можете позвонить по этому телефону прямо сейчас. И пастырь помолится за вас. Слово будет от Господа для вас. Пользуйтесь этим номером. Дайте людям, которые нуждаются, найти это сокровище. Давайте мы сейчас помолимся к Богу. И у вас есть возможность помолиться вместе с нами, проговорить к Богу в сердце вашем. Тот самый Иисус, который сказал эту притчу. Этот Иисус, Духом Своим Святым, рядом с тобой сейчас. Этот же Иисус, который позволяет человеку обнаружить это сокровище. Он рядом с тобой, чтобы ты мог для себя открыть это сокровище. чтобы этим вечером ты мог принять в свою жизнь это чудное сокровище. Господь, мы славим имя Твое, потому что ты совершаешь спасение, ты действуешь в жизни многих людей, и как тот человек, который нуждался в том, чтобы обнаружить для себя это сокровище, мы славим тебя за эту возможность, которую мы имеем, предстоять перед этим чудным сокровищем, пред спасением, пред Господом Иисусом, пред Царствием Небесным, пред вечностью с Богом. Мы славим тебя за это благословение и просим, прими на твоем алтаре богослужение этим вечером и с ним нашу хвалу и наше поклонение, ибо ты Бог чудный для нас. И как церковь нас остается только возвеличивать тебя и хвалить тебя, потому что мы приняли и наслаждаемся этим чудным сокровищем в твоем присутствии, в твоем водительстве в нашей жизни. Прими на алтаре твоем наше богослужение, благослови нас в течение этого дня, и да продолжим мы жить этим опытом, наслаждаться этим чудным сокровищем. мы молим тебя об этом благослови нас. И во имя твое мы исповедуем благодать Господа Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа Божия добудет со всеми вами, со всем народом Божиим сейчас и вовеки. Аминь. Слава Богу. Наше богослужение закончено. Мы благодарим за то, что вы присоединились к нам, участвовать в этом богослужении. Для нас это большая разница. И мы советуем вам подпишитесь на наш канал и продолжайте участвовать в наших богослужениях. У нас богослужение каждый день проходит. От воскресения до воскресения каждый день у нас проходит богослужение. У вас есть возможность поучаствовать и получить богословение. И вы можете поучаствовать в предыдущих собраниях, которые записаны. И завтра можете к нам подключиться. Также на радио нашем радио Монаим у вас будет возможность участвовать в богослужении, которое завтра в 6 утра будет. Рассветная молитва у нас период молитвенный 15 минут длится. Бог благословит тебя на весь день. Мир Божий всем вам. Субтитры